Всем привет! Вы на канале StartAndroid, здесь Виталий Непочатов. Это очередное видео из серии «Как создать андроид-приложения», где мы создаем простые, но вполне работающие приложения. Если вы хотите создать более сложное приложение, встроить в него рекламу и опубликовать в Google Play, добро пожаловать в наши продвинутые курсы на сайте фандроид-инфо. Кстати, до конца 2016 года действует новогодняя акция. При подписке на один из курсов вы получаете еще один курс на ваш выбор в подарок. Подробнее об условиях акции и подписке на продвинутые курсы на сайте фандроид-инфо. Ссылка на экране и под видео. А сегодня мы создадим простое приложение «Чат на андроид», используя сервис Firebase. Это бэкэнд-сервис от Google, который мы подробно рассматриваем в нескольких выпусках инструментов Android-разработчика на нашем канале. Ссылка на обзор справа вверху на экране, а также в описании видео. Приложение будет использовать авторизацию по e-mail. После авторизации открывается экран с полем ввода, кнопкой отправки и списком сообщений. В этом списке отображаются все отправленные сообщения на всех устройствах, где установлено данное приложение. Итак, давайте начнем. Для начала создадим проект в Android Studio. Назовем его Firebase Chat. Шаблон выберем Empty Activity. Теперь свяжем проект с сервисом Firebase. Для этого перейдем в меню Tools Firebase. Выберем вкладку Cloud Messaging. Здесь нужно выполнить два первых пункта. Нажатие первой кнопки свяжет наш проект с сервисом Firebase. При этом вам будет предложено авторизоваться с помощью учетной записи Google. В случае успеха вместо кнопки появится зеленый значок Connected. А в консоли разработчика по адресу console.firebase.google.com вы увидите новое приложение. Теперь нужно добавить в проект необходимые зависимости. Нажатие кнопки во втором пункте добавит в файлы сборки проекта ссылки на библиотеки Google Services и Firebase Messaging. А в папке модуля App должен появиться файл Google Services с расширением JSON с параметрами, необходимыми для работы проекта с Firebase. Проект мы подключили, но библиотека Firebase Messaging не совсем то, что нам нужно. Идем в файл сборки проекта Bill Gradle и заменим ее на библиотеку Firebase UI. Минимальный уровень API, с которым работает эта библиотека API 16. Изменим соответствующую директиву и синхронизируем с Gretel. Теперь перейдем к кодингу. Для начала создадим макет разметки главного экрана. Нам понадобится поле ввода, кнопка отправки сообщений, и виджет списка ListView. Теперь создадим макет разметки пункта списка Item.xml. Здесь будет три TextView для имени автора, времени и текста сообщения. Также в папке res создадим папку меню, и в ней опишем пункт меню для выхода из учетной записи. У него будет иконка из папки Drawable. Скачать ее можно в текстовой версии урока на нашем сайте в Android.info. Ссылка под видео. Также пропишем способ отображения в тулбаре. Атрибут ShowAsEction берем из пространства имен App. Добавим соответствующую декларацию для этого комбинации Alt-Enter. Теперь в основном пакете создадим новый класс Message. Это будет макет или модель сообщения. Создадим переменные TextMessage, AuthorMessage и TimeMessage. Как понятно из названий, это текст, автор и время сообщения. Создадим конструктор с первыми двумя переменными. В этом же конструкторе будем сохранять переменную TimeMessage текущее время. Также создадим пустой конструктор, а также геттеры и сеттеры для всех полей класса. Основной код напишем в классе MainActivity. Для начала создадим константу SignInRequestCode со значением 1. Далее создаем переменную класса FirebaseListAdapter. Это дженерик, который обеспечивает поддержку списка сообщений. В качестве параметризированного типа у него будет наш класс Message. О том, что такое дженерик и в Java, можно почитать на сайте FandroidInfo по ссылке на экране и в описании видео. Далее объявляем корневой макет экрана и кнопку. В методе onCreate находим кнопку и корневой RelativeLayout по ID. Присваиваем кнопки обработчик нажатия. В методе onClick определяем поле ввода. Далее считываем текст из поля ввода и отправляем новый экземпляр сообщения в базу данных Firebase. Но прежде чем отправить сообщение, пользователь должен авторизоваться. А если пользователь не авторизован, то ему нужно показать форму авторизации, а не экран чата. Создать экран авторизации можно с помощью метода StartActivityForResult, которому мы передаем интент, создающий и настраивающий окно авторизации, а также константу, хранящую код авторизации. Создавать окно авторизации мы будем через проверку авторизации пользователя. Обернем этот метод в блок If-Else с комбинацией Ctrl-Alt-T и пропишем соответствующую проверку. Если же пользователь авторизован, будем показывать ему экран чата со списком сообщений. Для этого мы создадим метод DisplayChat и будем вызывать его здесь. В методе DisplayChat создаем список сообщений. Также создаем адаптер списка, используя класс FirebaseListAdapter. Передаем ему контекст, класс модели сообщения, макет пункта списка и экземпляр базы данных Firebase. Далее в автоматически созданном методе PopulateView заполняем пункты списка. Сначала определяем поля пункта списка по ID. Затем прописываем текст сообщения, имя пользователя. Также устанавливаем формат даты и отображаем ее. Обратите внимание, нужно использовать именно этот класс DateFormat. И, наконец, передаем адаптер списку. Также нам нужно будет показать окно чата после авторизации в случае ее успеха. Для этого мы переопределим метод OnActivityResult. Вспоминаем урок 30 курса основ разработки в Android Studio, где мы подробно рассматриваем этот метод. Если в двух словах, в метод OnActivityResult приходит результат вызова Activity методом StartActivityForResult, которым мы вызываем здесь окно авторизации. Сначала вызываем метод суперкласса, затем проверяем, что значение RequestCode равно константе SignInRequestCode, которую мы передаем в методе StartActivityForResult. Затем мы проверяем, что вызов Activity прошел успешно, и отображаем окно чата после оповещения пользователя об удачном входе. В противном случае показываем уведомление о неудаче пользователю. И теперь нам осталось реализовать выход пользователя из чата. Сделаем это через меню. Создаем меню в методе onCreateOptionsMenu. И переопределим метод onOptionsItemSelected, где проверяем выбранный пользователем пункт и реализуем выход пользователя из учетной записи чата. В случае успеха отображаем SnackBar с уведомлением. В нашем приложении будет использоваться авторизация по e-mail. Ее нужно активировать в консоли Firebase. В процессе первого запуска у меня возникло несколько ошибок. Одна из них была связана с тем, что у меня было отключено IdentityToolkit API в консоли Google разработчика. Для его включения можно перейти по ссылке прямо из ошибки в консоли. Еще одна ошибка была в том, что в методе displayChat при определении полей записи метод findViewById должен вызываться именно для этого view. Теперь запустите приложение на разных телефонах, авторизуйтесь и обменивайтесь сообщениями в чате. Субтитры создавал DimaTorzok Исходный код проекта как обычно на сайте fandroid.info, ссылка на экране и в описании видео. А я прощаюсь до следующего урока. С Вами был Виталий Непочатов. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok